Здравствуйте! В эфире новости Удмуртии в студии Марины Симонова. Кадровые перестановки могут произойти в ближайшее время в республиканском кабинете министров. Своего поста может лишиться зампредправительства, куратор социальной сферы Андрей Кузнецов с формулировкой утрата доверия. Этот вопрос обсуждался на заседании антикоррупционной комиссии. Она прошла под председательством главы региона. В своих сведениях вице-премьер не указал доход, который он получил от частного образовательного учреждения. А такая забывчивость по закону – это основание для привлечения дисциплинарной ответственности в виде увольнения. Александр Соловьев отметил, решение это сложное, но требования к чиновникам должны быть едины, невзирая на их статус и заслуги. Сотрудники пенсионного фонда напоминают, прием заявлений на единовременную выплату и средств материнского капитала заканчивается. До завершения кампании остался ровно месяц. Принимать заявления будут только до конца ноября. Причем подать документы можно не только в отделении фонда по месту жительства, но и в многофункциональных центрах. Кроме того, встать в очередь на 25 тысяч можно дистанционно. Заявления примут в электронном виде через личный кабинет на сайте фонда. И это одно из нововведений кампании 2016 года. Этим правом могут воспользоваться все граждане, у кого имеется сумма на материнском капитале и у которых возникло право на дополнительные меры господдержки включительно по 30 сентября текущего года. То есть если ребенок уже родился второй или последующий, первого, второго октября, права на единовременную выплату уже нет. Всего в Удмуртии более 40 тысяч семей могут рассчитывать на единовременную выплату. 15 тысяч из них этим правом уже воспользовались. И сегодня в республике начинается операция Бахус. Она профилактическая, проводится ради того, чтобы отрезвить ситуацию на дорогах. В Удмуртии рост пьяных ДТП, а пострадавших в таких авариях стало на треть больше, чем в прошлом году. Это несмотря на то, что наказание за езду под шафе серьезное. Ответственность у нас за задержание в состоянии опьянения административное, лишение специального права управления от полутора до двух лет с административным штрафом в размере 30 тысяч рублей. Если человек повторно задерживается в течение года, ответственность наступает уже уголовная. Это вплоть до ареста, вплоть до заключения под сражу на срок до двух лет с административными штрафами, которые достигают 200-300 тысяч рублей. А одна из ижевских семей до сих пор приходит в себя после отравления парами защитного средства для обуви. В Роспотребнадзоре республики заявили, подобных случаев раньше не фиксировали и посоветовали пострадавшим обратиться в правоохранительные органы. Подробности у Елены Керн. Подходят для обуви одежды, отталкивают воду и реагенты. Активное рекламируемое защитное средство для обуви семья Богатыревых купила через интернет, заплатив почти полторы тысячи рублей. Вечером обработали на лестничной площадке четыре пары обуви и легли спать. Муж сначала стал закашливаться, потом у нас у всех такой кашель был, когда на глубине вдоха спазм, все сжимается и просто кашель безостановочно начинается. Потом уже поднялась температура, был озноб, лицо таким синим было, я испугалась. Врачи скорой помощи, которые приехали ночью по вызову, тоже стали испытывать похожие симптомы. Они обратили внимание на странный запах в квартире и предположили отравление парами неизвестного вещества. Настолько сильное, что любимый кот семьи Федор так и не смог от него оправиться. Через два дня он умер в ветеринарной клинике от отека легких. Нарушение дыхания, пациент достаточно тяжелый. Понятно было, что произошло что-то из-за того, что поступило через дыхательные пути. Но, к сожалению, состояние потом ухудшалось, нарастала вся эта клиническая картина. Несмотря на лечение, к сожалению, конечно, животное погибло. Здесь его лежанка. Тот он любил спать на мягком покрывальчике. Вот, и на эту игрушку любил подбородком ложиться. Всю эту историю Даша разместила на своей страничке в соцсети. Она получила бурный отклик. Оказалось, многие горожане уже заказали такой же спрей и были готовы использовать его по назначению. Окончательный вердикт о составе средства должен вынести Роспотребнадзор. Сейчас семья Богатыревых собирает документы и выписки из истории болезни, чтобы провести экспертизу спрея. Елена Керн, Юрий Егоров, телеканал «Моя Удмуртия». А в Ижевске до конца года будет установлено пять поворотных камер высокого разрешения. Делается это для безопасности горожан, а также контроля за опаводковой ситуацией. Адреса согласованы с МВД и МЧС. На установку камер Ижевск получит почти 7 миллионов рублей от республики. На эти средства также проведут более 20 километров оптоволокна. И это обеспечит передачу данных с камер в единую дежурную диспетчерскую службу. Всего в Ижевске на сегодня работает более 80 камер. А вот под прицел Ижевского градостроительного совета попал парк «Березовая роща». Точнее, проект его реконструкции. И экспертов он не устроил. Почему, знает Александр Демидов. Каждый день сюда, в парк «Березовая роща», приходят отдыхать сотни горожан, заниматься спортом и гулять с детьми. Но в ближайшее время парк могут реконструировать. По плану здесь появится спортивная площадка, фитнес-центр, новая сцена и выставочный павильон. Однако с таким проектом реконструкции согласны далеко не все. Решение сделать парк более современным и удобным для горожан обсуждали на градсовете. Вопрос актуальный. Рядом плотная городская застройка. Сегодня «Березовая роща» практически единственное близкое место досуга для горожан в этом районе. Парк должен стать удобным для жителей Ижевска, отмечает глава города Юрий Тюрин. Это аллеи, дорожки, скамеечки, места для отдыха, места для детей. Удобно, красиво для проведения праздников, мероприятий. Работа проектировщика вызвала ряд замечаний среди городской общественности. Архитекторы посоветовали проработать устройство парковок, уделить внимание озеленению парка и сохранению многовековых деревьев. Так, например, ижевский архитектор Александр Зорин предложил объединить все спортплощадки в единый спорткомплекс. Разбросали эти вот спортивные комплексы в виде казарм, по-другому я не назову, потому что хочется иметь что-то общее, большое, не то что большое, а многофункциональное. Многофункциональное помещение, которое можно было бы в том числе в комплексе использовать, когда будут там какие-то праздники и удмуртские в том числе. Пока что проект реконструкции приняли и отправили на доработку. Проектировщик обещал учесть все пожелания общественников. Александр Демидов, Юрий Дроздов, телеканал «Моя Удмуртия». Бюджет республики сегодня впервые попал под общественное обсуждение о том, что такое публичное слушание. Да и вообще, чем занимается Государственный совет, спикер парламента накануне рассказал будущим врачам. Студентам Медакадемии провели урок государственности. За разговором первокурсников и законодателей наблюдали и наши журналисты. В зале заседания Государственного совета Удмуртии сегодня собрались первокурсники Ижевской медакадемии. Для них депутаты проводят урок государственности. Рассказывают о разделении властей, законотворчестве и обязательно о единении и дружбе народов. Это единство, которое было в 1612 году, смогло сделать Россию мощной, объединенной и единой. И поэтому об этом надо говорить всем, учить молодежь и напоминать старшему поколению. В этом году это пятый урок государственности. Третий год подряд Госсовет собирает первокурсников Ижевских вузов в преддверии 4 ноября. У нас же Россия многонациональная страна получается. Вот этим и важен, что все народы должны дружить. У нас многонациональная страна и это очень важно, жить в единстве и во дружбе. День народного единства многие вчерашние школьники знают. А вот про День государственности Удмуртии депутаты рассказывают подробно. А еще говорят про гранты и именные стипендии, за которые студенты могут побороться. На прошлой неделе, к примеру, 20 учащихся получили стипендии Госсовета. С этими стипендиями и дальше будем облашать наших лучших студентов. Это хорошая, добрая традиция. Второй год подряд те отличники, которые остаются учиться в нашей республике, тоже получают гранты от главы Удмуртской республики. И это тоже направление хорошее. Мы работаем над тем, чтобы в последующем вы оставались именно в Удмуртской республике. Для большинства ребят этот урок – первое погружение в политику. Депутаты говорят, что хотят видеть подрастающее поколение политически грамотным. И уверены, это хорошая традиция и ее надо продолжать. Ксения Мороз, Василий Хохряков, телеканал «Майя Удмуртия». Пельменный уикенд Удмуртии завоевал победу в полуфинале Всероссийской престижной туристической премии «Маршрут года». Такой хорошей новостью поделилась Министерство национальной политики Удмуртии. Проходил уикенд во время Всемирного дня пельменя. А сегодня Удмуртия претендует на то, чтобы открыть у себя резиденцию пельняня. Между прочим, единственную в мире. Расположится она, где больше всего мастеров пельменных дел в Игринском районе. Сказали же, мы прошли уже расстояние до Москвы и обратно этими нашими пельменями. Расстояние выложили, в смысле, со стряпанными пельменями. 10 800 штук пельменей за день успевают налепить игринские повара. В районе просто чрезвычайное скопление пельменных. Как объяснить местный феномен, не знает никто. Вот здесь почему-то от Ижевска до Игры тут очень нас много точек. Очень. А вот от Ижевска до Можги почему-то ни одной такой точки ведь нет. Почему? Я всегда этот вопрос себе задавала, и я не могу ответ найти на это. Почему в той стороне нету ни одной пельменной, а нас тут просто наставлены друг на другу. Вот ведь мы стоим, две пельменные, пять метров разница. Не будет ни фокуса, ни баланса, если не съесть пельмени по дороге на север Удмуртии. Такая примета существует среди операторов Мои Удмуртии. А дальнобойщики игринскую трассу называют Великой Пельменной. Как мне могу проехать мимо, чтобы здесь не подкушать? У меня отец еще шофером работал давным-давно. Он всегда пельмени здесь покупал. Вот и я как-то тоже, когда мимо проезжаю, всегда заезжаю. В Игринском районе очень много мастеров пельменных дел, поэтому мы решили запатентовать, что называется, этот бренд на своей территории. И вот так вот громко заявляем, не только на всю республику, но я думаю, что и на весь мир, о том, что мы родина пельменей. Мы построим резиденцию пельняня прямо в центре нашего поселка Игра. И когда она будет построена? Ну, сроков я назвать сейчас не могу. Но место для будущей суперпельменной уже выбрано в центре игры, в парке деревянных скульптур. Игринцы верят, от туристов отбоя не будет и от гастрономических, и от обычных путешественников. Ведь это будет первая резиденция пельменей не только в России, но и в мире. Средство на ее строительство район намерен получить по программе устойчивое развитие сельских территорий. Заявка уже отправлена. Получит ли Игринцы грант, станет известно в следующем году. Екатерина Горина, Светлана Буланова, Андрей Бусыгин, телеканал «Моя Удмуртия». И у меня на этом все. До встречи.